Атай, привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты работаешь? Да, я работаю. Сейчас вот как раз отдал заказ. Здорово. Атай, расскажи нам, пожалуйста, у нас сегодня тема будет про доп. заработки. Расскажи немножко про себя. Расскажи, откуда ты? Меня зовут Атай, я из Кыргызстана. Хорошо, Атай, расскажи, пожалуйста, у тебя это основной заработок? Нет, это я в свободное время ухожу. Здорово. А расскажи, пожалуйста, тогда, где ты работаешь и почему ты решил еще вот взять под работу? В виде... А чего у тебя там? Скажи, Uber Eats. Да, доставка еды. Доставка еды, да? Давай, рассказывай. Я работаю в шоколадной фабрике, там 8 часов, а работаю очень легко и заработаю. Зарабатываю тоже нормально, но мне хочется просто больше еще зарабатывать и в свободное время я ухожу доставлять еду. То есть, ну, по времени, ты говоришь, если легко, то ты там вообще не устаешь и, в принципе, легко, да? Да, очень легко. Хорошо, скажи, пожалуйста, а как можно устроиться? Любой там может сделать или нет? Да, конечно, любой может сделать. А скажи, пожалуйста, про, может, ну, как вообще устроен процесс? То есть, ты сейчас, вот, как ты получаешь заказы, через что? Через приложение. Мне поступают заказы. Я иду в кафешку, забираю там заказ, а потом мне дают адрес, куда надо ехать или идти и доставлять туда. Я работаю всего 3-4 часа, ну, смотря на сколько я свободен. Начисляю зарплату мне раз в неделю через приложение. Про язык, то есть, обязательно ли знать польский язык, как тебе там, ну, может, зарплату начисляют и, то есть, в принципе, вообще, какие, ну, трудности, легкости, то есть, как тебе вообще? Что хорошо, вот здесь вот в Уберите или вообще в Польше, ну, то, что здесь язык почти не надо знать и с минимальным английским ты можешь уже работать либо на такси, либо вот доставкой в Уберите. А зарплату мне начисляют раз в неделю, работаю через партнера, то есть, платишь еще и партнеру 30 злотов и вот. А хорошо, скажи, то есть, почему ты решил пойти на Убер, тебе денег мало не хватает или, может, у тебя, то есть, какие-то другие цели просто? Нет, мне все хватает, я работаю вот в этой шоколадной фабрике уже год. Первые месяцы мне платили вот 1100 евро, а дальше уже они повышают ставки. Но я просто хочу зарабатывать больше и стараюсь вот в свободное время работать еще и в Уберите. То есть, в принципе, в Польше, в Варшаве найти какой-то дополнительный заработок, это вообще не проблема и это легко, да? Да, очень легко, это не проблема. Хорошо, может, ты какие-то дашь пожелания нашим ребятам, нашим подписчикам, и чтобы они, ну, то есть, отправить такой путь, чтобы они не боялись? Ничего не бойтесь, ребята, стремитесь всегда к высшему, ставьте цели выше и планку выше. Спасибо тебе большое за такие теплые, хорошие пожелания. Хорошо, я тебя еще не отпускаю, я забыл. Покажи нам, пожалуйста, приложение, мне самому очень интересно и расскажи нам про него. Да, сейчас. Расскажи, пожалуйста, как это работает? Все просто, нажимаешь вот на эту кнопочку «Путь» и дальше у тебя работает, и поступают заказы, и ты едешь, забираешь, а потом отдаешь от заказа. Ну, здесь вот зона заказов, здесь вот коэффициенты, где больше, где меньше. Вот, все просто. А, то есть, эти какие-то коэффициенты, ты еще можешь больше зарабатывать, да? Да, где есть вот такие вот зоны, то здесь вот больше дают денег. А на чай дают? Да, конечно. Слушай, ну, вообще неплохо, вообще неплохо. Ребят, простой и легкий способ дополнительного заработка, доставка еды, и всегда можете найти и устроиться, это очень нетрудно. Так что, вперед, дерзайте. Всем пока, ребята, а тебе хороших доставок. Пока. Давай.